Всем привет, друзья! Вы на канале Воин, и тут только самые свежие новости из мира бокса и ММА. На канале выпуски выходят каждый день и без рекламы. Всем приятного просмотра, погнали! Чемпион WBC Тайсон Фьюри не против провести бой с Александром Усиком. Мне без разницы с кем драться. Я соглашусь на бой с маленьким крузером и покажу, как устроить мелкому парню хорошую упорку. Я его перееду, словно грузовик, как это было с Уайлдером. Но затем я сдам назад и еще раз его перееду. Вот что я с ним сделаю. Он слишком мелкий. Чемпион WBO Терренс Кроуфорд разорвал отношения с Бобом Армом и промоутерской компанией TopRank, отныне став свободным агентом. Американец надеется, что теперь ему будет проще заполучить объединительный бой с Эролом Спенсом или Ярденисом Угасом. Женебек Алимханулэ стал обязательным претендентом на титул WBO в среднем весе, которым владеет Дмитрус Андрейд. Как написал инсайдер Лэнс Пагмайр, Женебек Алимханулэ активно добивается чемпионского боя с Дмитрусом Андрейдом. Менеджер Женебека Эйгес Климас отправил в WBO запрос о назначении Женебека официальным претендентом на титул американца. WBO собирается во вторник, чтобы рассмотреть запрос. В то время как Хайми Мунгея занимает первое место в рейтинге, WBO ожидается, что он не будет ходатайствовать об обязательном бою с Андрейдом. Поэтому второй номер рейтинга Женебек, который победил техническим нокаутом в субботу, нанес свой удар. А Климас узнает обязательного претендента Андрейда в следующем месяце. Женебек Алимханулэ опубликовал на своей странице в твиттере изображение Дмитруса Андрейда и написал «Легкая работа». Французский боксер Хасан Эндам Энджакам лесно отозвался Женебек Алимханулэ. «Очень хороший парень, казахский стиль, будущий чемпион мира, остерегайтесь его». Геннадий Головкин продолжает подготовку к своему поединку с Риотом Муратой. Казахстанские болельщики выразили опасения в связи с текущей формой Геннадия Головкина. Бразильский боксер из Киева Фалькао победил Патрио Собольный в поединке за статус обязательного претендента на титул IBF в среднем весе. Фалькао одержал победу раздельным решением судей. Чемпионом по этой версии является Геннадий Головкин. Бывший чемпион юниор Дортикас досрочно победил Джесси Брайана. Дортикас одержал победу техническим нокаутом во втором раунде судья остановил бой. А на этом у меня все друзья. Большое спасибо за просмотр, поддержите это видео своим бойцовским лайком, пишите в комментариях что вы думаете обо всем этом и подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока.